Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Всем привет! Пишите вы мне по поводу этой ситуации, с этими активистами, которые задавали российской блогерши вопрос о том, чей Крым. Попробую так немножечко дать свои пояснения, разъяснения и свою позицию. Для начала по поводу активистов, ну и других подобных активистов. Ребята, если вы не знаете, чей Крым, откройте Конституцию Украины, там все написано, чей Крым. Если вы сомневаетесь, ну я тогда не знаю, вы вообще граждане Украины или не граждане вы Украины. Ну то есть, ну я понимаю, это уже такая какая-то злобная шутка, ну серьезно. Хватит этой ерунды. Крым украинский, это понятно и так. Но вам нужно обязательно пойти это у российской блогерши спросить? Ну серьезно. Я смотрел там, у вас огромная целая компания, и все молодежь, и все вот это заострены на этой теме. Ну серьезно. Просыпаетесь, просыпаетесь. Вы не тем занимаетесь, вы не с тем боретесь. Вы боретесь с последствиями, а нужно бороться с причинами. Чей Крым? Ну просто честно говоря абсурд. Вот сейчас любят, ну и вообще в последнее время очень любят использовать такое слово, как провокация. Вот как по мне, это очень похоже на провокацию, да. И я и сам говорил, что за провокацию нет ответственности. Да, за провокацию нет ответственности. Но вы-то, ну как бы разумные, вы же понимаете, что если вот так вот долбить. Он же не просто один раз спросил чей Крым. Он там долбил, 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 выкрикивал. Ну блин, ну это несерьезно. Действительно это несерьезно. По поводу того, что там поставили его на колени. Ну опять-таки, честно, вот почему, когда вас задерживают, вы все устраиваете цирк? Меня задерживали три раза полицейские. Я ни разу не устраивал никакого цирка. Мне не становилось плохо. Я не... Как у меня не было нервного срыва. И т.д. и т.п. Ну, ведите себя достойно. Если у вас действительно благие намерения, ведите себя достойно. А не так. По поводу того, нарушил он или не нарушил. Если пока... Ну опять, понятное дело, как бы, никого нельзя считать нарушителем, пока это не установлено соответствующим органом, в данном случае судом. То, что он там выкрикивал, вот это, в принципе, можно под 173-ю подтянуть. Но опять-таки, только лишь при том условии, что действительно есть заявитель, либо пострадавший, либо один и тот же в... Ну, либо два этих, скажем так, процессуальных лица в одном. Плюс свидетели и прочее, прочее. Тогда можно, как бы, да, посчитать это. Но зная наших этих доблестных полицмейстеров, конечно же, этого, скорее всего, нет. А если этого нет, то, конечно же, весь этот протокол 173-й разлетится в пух и прах. Ну, такой абсурд. Теперь по поводу... Ну, вот, серьезно, ребята, вы не тем занимаетесь. Это по поводу активистов. Ну, открывайте Конституцию, там написано, чей Крым. Вам нужно у российской блогерши обязательно спросить. Я так понимаю, вы знали, что она приедет заранее, да? Заранее знали. Но почему вы не подали соответствующее заявление? В законном порядке вы бы сделали свою работу. В итоге ее бы там прямо на границе приняли бы и развернули бы назад, и поставили бы ей штампик. И вы бы потом сами показали, что вот, смотрите, вот так вот мы вот сработали, да? А так вы просто устраиваете реально цирк какой-то. Ой. А по поводу, было ли там нарушение или нет, но опять-таки... Знаете, ну, бывает ведь такое, что нарушение есть, ну, как бы, да, теоретически есть признаки нарушения, но наши любимые полицмейстеры составляют так документы, что в итоге нет нарушения. Ну, вот мы вот в такой парадигме сейчас живем, очень странный какой-то, понимаете? Теперь по поводу полицейских. Я, честно говоря, даже не сомневался в том, что они там начудили. Я сейчас вот буквально посмотрел, как это происходило, ну, и не удивился. То есть они сначала стоят, беседуют о том, чтобы, ну, вот этот вот Леонид хотел им подать заявление, да, за то, что на него там какой-то чудак нападал. Ну, и чудак действительно нападал, есть видео. Э-э-э, э-э, покойни! Спокойтесь! Да вы что здесь? Спокойтесь! Э-э-э, успокойся! Да, что вы? Спокойся! Спокойся, ну-ка, я вас звал. Ах! Стой! Не пейся, не пейся! Все, вы робот! Так, начипаем! 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 Так! И этот чудак, он не задержан, и, я так понял, против него ничего нет. Хотя там реально ему можно хулиганку шить, уголовную статью. Но об этом тишина. То есть, ну, какая-то реальность у нас просто, ну, перевернулась с ног на голову. Вот, есть нападающий конкретно, которому можно шить хулиганку, а он выходит сухим из воды. Ну, побил там людей, ногами попинал, ну и что? А вот этих надо задержать обязательно. Причем, ну ладно, хорошо, об этом мы уже поговорили, да? Полиция. Вот они сначала хотят, вот, Леонид хочет подать полицейским заявление, а те его все, типа, давайте к машине отойдем. Зачем? Примите заявление. Ну, и классика жанра. Вы не принимаете заяву. Вы говорите, что нужно куда-то пойти, чтобы принимать заяву. Давайте тут принимать. Давайте тут принимать заяву. Там есть листки, есть все. Ну, принесите, Господи, ци листки. Так я не собираюсь вам приносить ничего. Понимаете, все это или нет? Почему? Это же ваша работа. Досить вам бумагу? Нет, принимать от людей заяву. И где мы туда автомобилем принимаем заяву? Ну, давайте мы принимаем тут заяву. Вы хотите написать заяву? Я еще раз говорю, вы хотите написать заяву? Да, я дуже хочу написать заяву. Давайте напишем заяву тут. Давайте, давайте. Мы будем это делать. Скажите, пожалуйста. Я вам не буду приносить. Хочете? Мы входим до автомобиля, принимаем заяву. Все. Не должна, я говорю, вам ничего носить. Ты обязана принять у него заявление. Ну, что это такое? Пошли в автомобиль, пошли за угол, да? А поехали в отделение. Или что вы еще придумаете? Полицейская. Ты обязана принять у него заявление. Ну, так, по закону. Ну, вот они потом, что интересно, общаются, общаются. Вроде ничего не предвещает. Никакого конфликта и развития ситуации. И вдруг, внезапно, я хотел сказать, но не внезапно. Потому что буквально там за минуту до этого, а может и меньше, там за 30 секунд до этого, полицейский, вот этот вот парень, с кем-то общается по телефону. То есть, я так понимаю, вот ему грузят мозг опять через телефон, да? Ну, вот, загружают ему туда информацию в мозг, и он вдруг тогда начинает действовать. А действовать он начинает, ну, как обычно, начинает тупо ломать, короче, сначала одного, потом другого. «Будь ласка, прийміть заяву тут, от нас. Ну, дайте бланк, дайте бланк. Е, е, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Отдайте телефон! Ставите телефон! Хотите телефон! Что вы делаете? Что вы делаете? Отдайте телефон! Насше вы натянетесь! Какועта? На что вы меня тянете? Мы идем в помещение. Подождите, я вызываю вас, чтобы написать заявку. Почему вы меня тянете? Почему вы меня тянете? Почему я должен выходить? Так. Так, вот уже. Серьезно? Вы меня наступили по-перше на ногу, а сейчас вы перешкоджаете полицию. Вы меня тянете. Я вас еще не тягну, шановник. Я опросила по-нормальному. Мы выходим из помещения. А тут у меня шесть. Пропините меня по спине. Конечно, ломайте. И вот они их поломали, пытались телефоны отобрать опять. Классика жанра. И что интересно, ни в момент, ни до того, как он задерживает, он должен человеку сообщить, что он задержан. Причем пояснить, за что он задержан. Объяснить ему права. Зачем задержание? Хорошо, допустим, если они нарушили 173-ю. Полицейский ему об этом сообщает. Есть документы у тебя? Есть. Все. Составили административный материал на человека. Но нет. Им нужно их поломать. Обязательно. Применить физическую силу. Наручники. Зачем? В чем обоснованность таких действий со стороны наших этих полицейских доблестных? В чем? И то, что это абсолютно было необоснованно, об этом говорит еще такой интересный момент. Когда уже потом они его вытаскивали. Типа оставили на колени. Ну вот это вся ерунда. Вообще не хочу это даже комментировать. Бредятина уже полная. Потом приезжают к ним еще на помощь полицейские. И один из них типа там начальник там роты. Ну какой-то командир, да. Вот он этот командир руководит процессом этим всем. А потом в прекрасный момент спрашивает у одного из снимающих. Я так понимаю это один из коллег вот этих вот активистов. Спрашивает у них, а что тут произошло? Скажите, куда вы его взяли? В Лосеевске, 15. В Лосеевске, 15. Так, мы изняли. А что? Ну, значит, тут был захид. У него ничего не произошло. А почему вы не... Я зараз поясню. Так, кто... Алло, начальник. Тебе не загрузили в мозг, да, еще там через телефон информацию? То есть, ты руководил процессом применения физической силы, задержания, да. Вот этим, этим процессом ты руководишь, как начальник. А потом ты спрашиваешь, а что же произошло? То есть, ты не знаешь, что происходит, но при этом ты руководишь процессом вот такого физического насилия со стороны своих подчиненных. Не, ну красавчик просто. И на завершение, то есть, ну никто не прав, ни эти, ну я считаю, ни одни не правы, ни другие не правы. Подали заявление, пусть все, ей запретят въезд, если уж такой закон у нас есть. Ну окей, ну есть закон, хорошо, давайте его исполнять. Государство у нас, как мы видим, не обеспокоено тем, чтобы исполнять эти законы. Ну плевать хотели, почему-то вот такие ситуации у нас происходят. Тем более, что эта блогерша, ну достаточно публичный человек, у него там сколько, два миллиона подписчиков. Там, ну как бы и знают ее, в принципе, ну как бы должны знать, по идее должны знать. Нет. Ну ерунда, конечно, полная. И что еще хотелось сказать, ну почему вообще все это происходит, да? Потому что предыдущие вот руководители наши, доблестная Порошенко, там вся вот эта его компуха. Вместо того, чтобы делать опять-таки так, как по закону, они сделали так, как им вздумалось. Ну понимаете, я об этом говорю еще с пятнадцатого года. Если вы считаете, да, ну вот, я не говорю сейчас о себе вообще, то есть просто вот. Вы же сами написали, что Россия там агрессор, там осуществила вооруженную агрессию, оккупировала и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так у нас для этого есть законы соответствующие, и на тот момент были законы. И обязаны были сделать только одно, вести военное положение, всех в ружье, экономику на военные рельсы, как говорится, и единая цель, единая задача. Отстоять свое, защитить территорию, защитить свой народ. Но нет, этого не сделано. Потом дальше тоже самое на Донбассе происходит. И опять у нас взяли, придумали АТО. Потом вообще придумали ООС вообще. То есть вот ситуация уже развивается, и вы под эту ситуацию какой-то закон подгоняете. Ну это бред вообще. Понимаете, вот они для нас создали вот эту всю ситуацию, в которой мы сейчас живем. Где одни ходят, спрашивают, чей Крым, занимаясь последствиями этой ситуации. И занимаясь, они не задают вопросы, я так понимаю, они не задавали вопросы тому же самого Порошенко и предыдущей Верховной Раде. Почему вот так вот вы взяли и сдали Крым? Они не задают эти вопросы им. Они блогерши российские. Вот она самая, блин, виноватая реально. Ну хорошо, нарушила она, нарушила. Ей запретили, насколько я знаю, уже въезд в Украину во три года. Все. Ну так это можно было сделать цивилизованно и по закону, а не просто идти вот это вот устраивать этот цирк. Зачем? И нынешние тоже вот эти вот наши руководители, Зеленский и тоже его Кампуха. Они тоже не хотят заниматься ситуацией, которая позволила бы привести это все к каким-то законным нормам. То есть они практически взяли, просто признали действия предыдущей власти такими, что соответствует закону. Понимаете? Поэтому это продолжается. И это будет продолжаться. И не только вот в таком виде. Никто не хочет навести право порядок. Все цело. Я там еще видел есть видео из райотдела. Но там очень много, там несколько часов. И я думаю, я его как-то тоже отсмотрю и возможно тоже сделаю по нему обзорчик. Потому что тоже интересно, что они там в райотделе чудили. Райотдел это такое место интересное. Вот. Еще раз если подвести итог, то как по мне, то не правы. Ни активисты эти. Я поэтому не люблю, когда меня называют активистом. Блин. Вот это вот активисты называются. Они себе вот хотят вот так вот это делать. По закону действуйте. По закону. Не надо никому там срывать мероприятия. Не надо ходить ни с кем там ругаться. Полицейские тоже виноваты, потому что чудят. Как хотят, так и работают. Предыдущие руководители начудили и забили вообще на то, как должно было быть. И нынешние руководители тоже забили на всю вот эту ситуацию. И не пытаются даже ее разрулить никак. Вот у нас и появляется вот эта вся ерунда. Все на сегодня.